Мы подзащитные 24 февраля 2023 года, как часовой, с 12 дня до 12 ночи, с перерывами на задержание, с перерывами на даже два задержания, по сути, первое для проверки документа в отделе полиции, второе уже для составления протокола, проставил на Манежной площади, как часовой. Значит, его привлекли за то, что он ботинком ноги на снегу оставил надпись «365 НЕТ». Таким образом, подзащитный был привлечен по части 1 статьи 20.3.3 «Клаб РФ» — это новая дискотекционная, так называемая, статья. Доблестные правоохранители указали в протоколе следующее. Подзащитный, находясь в общественном месте, нанес на снежном полотне надпись «365 НЕТ», которая использовала как средство наглядной агитации плакат, привлекая тем самым внимание неограниченного круга лица, также средств массовой информации и блогеров. Содержание вышеуказанной наглядной агитации по мнению правоохранителей явно выражено негативным отношением к вооруженным силам Российской Федерации и фактически являющееся аналогичным по содержанию имеющейся общедоступной информации и так далее и так далее. 1 марта судья Тверского районного суда города Москвы Олеся Орехова рассмотрела данное дело и оштрафовала моего подзащитного на 50 тысяч рублей. При этом почти все ходатайства, поданные защитой, были отклонены, включая ходатайство о назначении лингвистической экспертизы, которая была необходима, как минимум потому, что смысл спорной фразы был юридически не очевиден. По-хорошему, ходатайствовать о проведении экспертизы защиты не должна. У нас действует принцип презумпции невидумности. И именно обвинение должно доказывать вину подзащитного. Более того, были допущены грубейшие процессуальные нарушения. В частности, даже при кратком ознакомлении с делом, стало ясно, что копия протокола, вводенная подзащитным, не соответствует протоколу, имеющемуся в материалах дела. Материал дела появился неизвестно откуда взявшийся подпись сотрудника полиции, его составившего. Хотя на момент выдачи копии ее там не было. Уже сам по себе этот факт, в соответствии с судебной практикой и законодательством РФ, является основанием для прекращения производства по делу. Поскольку протокол в данном случае не может быть положен в основу обвинения. Однако, в связи с этим, было незамедлительно заявлено ходатайство об исключении такого протокола из материала в дело, в качестве доказательства, опрявшение копии, и о прекращении производства по делу. Однако, на ходатайство, судья просто отказалась рассматривать и буквально вернула в стороне защиты. Как защитник хотел бы отметить, что стандарты введения данной категории дел ниже даже того низшего уровня, который свойственен митинговым делам. Тем не менее, мы собираемся оспаривать это решение в надлежащем процессуальном порядке, поскольку даже в наших судах с такими нарушениями есть шанс на успех.